Не угодишь. Инвалиду первой группы несколько лет назад установили пандус, но сейчас он пылится в подвале. Недавно ему выдали инвалидную коляску, но и она отправилась вслед за пандусом. В причинах недовольства разбиралась Ирина Вобещевич. У меня есть знакомый, так вот он приезжает, он с командировки едет, на три дня отпрашивается, чтобы мне хоть два-три дня погулять летом по улице. Александр Мархалюк стал инвалидом около 27 лет назад. На мотоцикле попал под машину. Одну ногу отрубило сразу, получил множественные ожоги. С тех пор на себе испытывает все тяготы людей с ограниченными возможностями. Я уже все, раз все волновался. Вы не волнуйтесь. Это что вы принимаете? Это давление от сердца. Мужчина очень волнуется о своих проблемах. Он не раз говорил работникам в отделе занятости и соцпрограмм, но так и не был услышан. В 2015 году все СМИ рассказали, как мужчине вручили панду за 200 тысяч тенге. Акимат совместно со спонсорами сделали такой подарок. До этого было много писем по инстанциям и, казалось бы, мечта выходить на улицу осуществилась. Но не тут-то было. Что мне пантус поставили, что я наконец-то могу выезжать на улицу. Ну, один раз выехали, второй раз меня повезли, жена с дочкой. И вместе с коляской упал и разбился, и они штукнулись. Вот это самое интересное было. Потом, значит, я сколько обращался, ничего. А мне сказали, не помню я кто, но сказали так, не можешь выехать, найми, тебя вынесут. Как будто они мне такие бабки платят, что я нанимать каждый день буду два раза, чтобы меня заносили и выносили. Было обещано удлинить пандус и установить поручни. Но все осталось лишь на словах. В 2016 году мужчина получил инвалидную коляску. Положено каждые семь лет обновлять комнатную и каждые четыре года уличную прогулочную. С нетерпением ждал комнатную, так как прежняя давно развалилась. А дома на прогулочной передвигаться из-за ее габаритов очень трудно. Едва проходит в дверные проемы. Да и колеса не приспособлены. Жена поехала, получила. Когда открыли, я говорю, а что это, это же прогулочная. Она, нет, сказали, комнатная. Я стал звонить несколько раз и всем звонил там. По телефону Александра успокоили и сказали, что ошиблись. Когда подойдет очередь на прогулочную, то дадут комнатную. Но очередь пришла и обещания не сдержали. Дали вторую, ненужную прогулочную. Теперь ошибку не признает, ведь по документам все верно. Она сказала, звоните, куда хотите, хоть и на Зарбаеву езжайте. Мы вам дали комнатную, и все. Поясняю следующее. Что ему коляска была выдана в ноябре 2016 года, комнатная коляска. Комнатная. А в январе этого года мы ему выдали прогулочную коляску. Но когда он получал в ноябре, то есть в декабре мы оповестили, что на него пришла коляска, срок замены. Жена, по-моему, пришла, посмотрела на коляску и сказали, якобы у него дома коляска точно такая же. Но он об этом нам заявляет только через год. Если у нас была бы лишняя коляска или кому-то другому мы выдали бы его коляску, другой человек же обратился бы. Но он почему-то обращается через год. Но это как-то надо тогда сразу же нам заявить в течение месяца, в течение 10 дней. То, что заявления были, но не письменные, а по телефону, теперь никто не подтверждает. Сейчас вторая, ненужная, дорогостоящая прогулочная коляска отправилась вслед за пандусом пылиться в подвал. А тем временем кому-то в Караганде тоже ошибочно выдали не ту коляску вместо уличной комнатную. Александр говорит, что есть по меньшей мере пять свидетелей выдачи не той коляски. Поэтому намерен искать правду в прокуратуре. Ирина Вобещевич, Арман Бектубаев, Наталья Заяц, 5 канал.